Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Алтайском крае. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. На нашем предприятии представлены различные процессы для производства лекарств, от розлива препаратов во флаконы до автоматической упаковки в картонные коробки. Я работаю 10 лет главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, времени распада и растворения, количественного состава, таяния, параметры твердости, толщины, тягучести. Чтобы продукция была, по сути, качественной и полностью соответствовала требования гигиены, необходимо было, по сути, серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. После частичной модернизации, мы решили производить мазь для лечения заболеваний кожи, формулу которой разработала наша Академия наук. Планировалось проверить популярность мази у покупателей. Для этого необходимо было, по сути, небольшая установка, одновременно с простым и понятным способом управления. Оборудование должно было, по сути, иметь возможность работать, как в полуавтоматическом режиме. Мы планировали наполнять нашей мазью пластиковые флаконы объемом 250 му. Это был опытный образец, и поэтому, принципиально производительность машины не являлась главным критерием. Мы хотели приобрести машину, которую можно было, по сути, бы использовать для дозирования различных кремов, мазей. Так как я уже выбрал много различного оборудования для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору, и остались контакты некоторых надежных производителей машин. Я начал с ними связываться по телефону и уточнять, смогут ли они произвести автомат для дозирования кремов и мазей, которая бы соответствовала моим требованиям. В качестве основных критериев я указал полуавтоматическое управление, точность заполнения не менее 1%, возможность использования пластиковых флаконов другого объема. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для дозирования, однако она уточнила, что весь процесс будет автоматизирован, и ручное управление машиной осуществлять будет невозможно. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести автоматическое оборудование для дозирования кремов и мазей. Но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать и поэтому принципиально отказался. Еще один производитель из Китая предложил мне автомат для дозирования кремов и мазей с ручным управлением, это скорее был вариант для лабораторных исследований, а не для промышленных целей. Я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые, в принципе, работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и может предложить другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджера. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них десять вариантов различных машин для дозирования кремов и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о материале используемых флаконов, возможных погрешностях в дозировке, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для дозирования кремов и мазей, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. На электронную почту специалист отправил видео с нашей машиной. Через 30 дней после заключения договора мы получили автоматическое оборудование для дозировки кремов и мазей и смогли его протестировать. Все контактирующие с материалом части изготовлены из нержавеющей стали. Объем наполнения и скорость регулируются, при этом сохраняется высокая точность дозирования. В большую воронку загружается мази, гель или вязкое однородное вещество. Используя систему настроек, оператор вручную регулирует количество мази одной дозы. Можно производить поверку наполнения по весу или объему. Мы остались довольны автоматом для дозирования мази, порекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки оборудования. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.